Если мы меняем прямо в самом редакторе тип соответствия широкого на фразовое или точное, то достаточно ли того, что просто выделить ключи и поставить для всех ключей другой тип соответствия, не вставлять в сами ключи опознавательные символы? Конечно же не надо, просто возьмем... У меня, по-моему, есть AdWords, где-то... Да, не надо ни в коем случае, просто выбираете тип соответствия и ставите. Кроме одного вида соответствия, это... Ну, то есть, если у вас, например, рекламная кампания, да, вот последнее как раз что-то я делал. Сейчас, ключевые слова. Вот, тип соответствия фразовое. Здесь ничего ставить не надо. При условии, что вы не используете модификатор широкого соответствия. То есть, здесь еще у нас тип соответствия и модификатор широкого соответствия, где вы выбираете широкое соответствие и в нем здесь прописываете жестко плюсики. То есть, плюсики перед каждым словом, кроме предлогов. Тогда, конечно, да. А в других случаях просто, то есть, в самых обычных использовать просто тип соответствия, выбираете тип соответствия и в нем выбираете широкое фразовое точное. И все. И отправляете на модерацию. Какими средствами анализировать продуктивность компаний? Рекламирую кредит автосалона в СПБ, бюджет более-менее миллион рублей. На каждое авто 2-3 отдельных компаний в итоге около 100. Нужно понимать, какие компании дают продажи, какие отключить. Делать все это автоматом. Ну, во-первых, 100 компаний – это очень странно. Ну, сколько же там ключей, мне просто чисто поржать интересно. Ну, может быть, это и правильно, конечно, но у нас даже максимальное, по-моему, количество, которое у нас ввели в интернет-магазинах – это 83. 100 – это что-то очень странно. Вот. Ну, не суть. Если все-таки такое случилось, что делать? Первое – это надо правильно проставить в тем метки, то есть чтобы у вас вся информация сохранялась в CRM-системе, то есть вам нужна CRM-система, которая просто будет хранить все эти данные, и вы будете знать, откуда человек переходил, да, даже при условии, что он оставил заявку, не оставил заявку, просто даже посетил ваш сайт, вы будете знать, с каких рекламных компаний это все посещалось, и у вас будет все храниться в CRM-системе. Например, инструмент такой, как LP-трекер. Ну, опять же, не рекламирую, потому что, как видите, нету, я вам не раздаю партнерские программы, но инструмент довольно-таки удобный. Можете воспользоваться им, он стоит, там как раз динамические номера, там же шайба Callback Hunter, там же SaaS, удобная система CRM, и этот, господи, соцфишинг, вспомнил это слово. Так, а, ну, если стоят, значит, тем более. Вот надо как раз через LP-трекер, самый удобный, поверьте просто, через него проще всего это все отслеживать. Ну, мы так и делали, очень удобно. Легко ловить те ключи, которые не работают, тормозит, LP-трекер тормозит. Не знаю, у нас не тормозит, что-то не так, значит, где-то что-то не так. А вы можете в техподдержку им написать и спросить, что если он, если тормозит LP-трекер. Есть еще другие такие же схожие системы, по-моему, что-то QROT, как-то квест, блин, не вспомню, что-то там с кроликом связано, точнее не с кроликом, а с этим, с морковкой. Ну вот. Сейчас, господа, скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Если у меня есть переписки в скайпе, я сейчас скажу одну секундочку, как называется. А, называется она, вот я нашел, Carrot Quest, морковка Quest. Сервис управления вот этими всеми ключами. Вот, и можно тоже попробовать. Сервис управления вот этими ключами.